Всех приветствую! Недавно мне пришлось разбирать свою портативную колонку Divum iTour Omni. Хочу показать, как она разбирается и что находится у неё внутри. Но для начала пару слов о том, что это вообще за колонка. В принципе, в ней нет ничего необычного, обычная китайская портативная колонка, каких сейчас много. Есть линейный вход, с помощью которого можно подключить любой телефон или плеер. Также колонка может воспроизводить музыку с USB флешки или SD карточки. Кроме того, есть встроенная FM радио. Ну а разъём мини-USB, как нетрудно догадаться, предназначен для зарядки. Из органов управления выключатель питания и 4 кнопки. Дисплея, блютуза, вайфая и прочих модных свистелок в этой колонке нет. Динамик прикрыт металлической решёткой, а остальная часть корпуса выполнена из пластика с так называемым софт-тач покрытием. Оно-то и послужило причиной для разборки. Дело в том, что со временем покрытие либо начинает облазить, либо ещё хуже становится липким, собирает всю пыль и вообще его неприятно трогать. Это и случилось в моём случае. Поэтому решил оттереть покрытие с помощью растворителя. Если кто-то знает способ получше, пишите в комментарии. А чтобы растворитель не попал куда не надо, решил разобрать колонку полностью, вытащить из неё все внутренности и работать непосредственно с корпусом. Начинать разборку колонки нужно со снятия решётки. Решётка держится на клею, а её края заходят в углубление на корпусе. Если в этом месте подковырнуть каким-то острым предметом, то решётку можно снять. К сожалению, сделать это не повредив корпус практически невозможно. Под решёткой мы видим, конечно же, динамик круглый. Также видно квадратную пластину на резинке. Не знаю, как она называется, но выполняет функцию фазоинвертора. Также видно проволочку, которая является антенной для FM-радио. И самое главное, есть несколько саморезов. Если их выкрутить, то половинки корпуса можно разъединить. К одной половинке корпуса прикручен аккумулятор. Я заметил, что мой аккумулятор уже начал терять ёмкость, и при разборке выяснилось, что он также вздулся. Скоро его придётся менять. Вот здесь можете посмотреть маркировку аккумулятора. Как видно, он имеет ёмкость 700 мАч, и также на нём можно заметить плату защиты. Всё остальное прикручено ко второй половинке корпуса. Здесь мы видим динамик и две платы. На динамике написано, что он имеет сопротивление 4 Ома и мощность 3 Вт. Рядом с ним находится катушка, которая, похоже, является частью FM-антенны. Ну а теперь давайте снимем платы и посмотрим, что находится на них. На верхней плате расположены разъёмы для линейного входа, выхода на наушники и также слот для карты памяти. Ещё к ней припаяна небольшая синяя плата, это, видимо, модуль FM-приёмника. Микросхема на модуле очень маленькая, и разглядеть маркировку сложно даже в лупу, но я заметил цифры 5807. Немного погуглил и нашёл модуль с похожей маркировкой. Также на плате замечена микросхема EUA6204. Нашёл на неё даташит, и оказалось, что это усилитель мощности. Именно от него идёт сигнал на динамик. Заявленная мощность в даташите составляет 1,36 Вт, а нагрузку 8 Ом. С искажениями можно выжать 1,7 Вт, но это всё при 5-вольтовом питании. Но колонка питается от литий-ионного аккумулятора, напряжение которого примерно 3,7 Вт, и в этом случае мощность будет менее 1 Вт. Что интересно, в даташите ничего не сказано про нагрузку 4 Ома. Скорее всего, микросхема не предназначена для работы на такую нагрузку. То есть производитель колонки заставляет работать микросхему в перегруженном режиме, что не очень хорошо. При этом заявляет мощность 3,8 Вт, что явно не соответствует возможностям усилителя. А на обратной стороне платы мы видим ещё 2 микросхемы. Та из них, у которой побольше ножек, называется AX2036. Даташит я на неё тоже нашёл. Он на китайском языке, но это не важно. Большинство слов и обозначений всё равно английские. Даташит очень короткий, и толком там ничего не расписано. По сути, есть только назначение выводов. Но этого достаточно, чтобы понять, что делает данная микросхема. Она является по сути MP3-плеером, воспроизводит MP3 с флешки, с SD-карточки и так далее. На оставшейся микросхеме написано Atmel 132. Мне кажется, что это либо полностью микроконтроллер, либо EEPROM, то есть BZU, в котором хранится прошивка. Думаю, люди более знакомые с микроконтроллерами смогут подробнее пояснить, что это за микросхема и что конкретно она делает. Переходим ко второй плате. На ней находится USB-порт для подключения флешки, а также мини-USB для зарядки. И ещё есть светодиод, двухцветный. Из микросхем мы видим TDA 1308. Это у нас самый обыкновенный стереоусилитель небольшой мощности для наушников. Также есть ещё одна совсем маленькая микросхема. Как видно, одна из её ножек соединена с плюсом питания, которое приходит по мини-USB. Я думаю, что эта микросхема отвечает в первую очередь за заряд аккумулятора. Возле разъёма USB можно заметить два больших конденсатора и дроссель. Видимо, эти элементы входят в состав повышающего преобразователя, который преобразует напряжение с аккумулятора в 5 Вольт для питания флешки. Скорее всего, к этому же преобразователю относится элемент, подписанный как U4. Сначала я подумал, что это транзистор, но буквой U обозначают микросхемы. Возможно, на базе этой микросхемы и собран преобразователь. Не вполне понятной для меня осталась работа кнопок управления. От небольшой платки с кнопками на основную плату идёт всего два провода. Напомню, что кнопок 4. Прядом с каждой кнопкой находится резистор. Видимо, кнопка соединяет цепь последовательно с каким-то из резисторов. И таким образом все кнопки подключены к одному аналоговому входу микроконтроллера. Микроконтроллер измеряет напряжение, которое получается на входе. И уже в зависимости от этого определяет, какую функцию надо выполнить. Но вот к чему именно подключены кнопки, я не посмотрел. По фотографиям проследить по дорожкам сложно. Скорее всего, они подключены либо к микросхеме AX2036, но по даташиту я там не нашёл аналогового входа. Возможно, я в этом просто не разбираюсь. Либо, возможно, за кнопки отвечает другая микросхема, которая называется Atmel 132, но всё-таки больше она похожа именно на ПЗУ. Так что этот вопрос для меня пока что остаётся открытым. Если кто-то больше в этом разбирается, пишите в комментарии свои предположения. Если это видео вам понравилось или в чём-то помогло, можете поставить палец вверх, подписаться на канал, если интересуетесь данной тематикой, нажимать на колокольчик не агитирую, сам этой функцией не пользуюсь, но, конечно, можете это сделать, если не против получать уведомления. А на этом я прощаюсь, всем пока!